Уважаемые трейдеры, как обычно в понедельник мы записываем видео, посвященное текущим событиям на этой неделе, календарю недели, макро статистики и основным движением, возможным движением, которые могут произойти после этой макро статистики. Итак, давайте начнем с календаря. Я ввел сюда текущую неделю, то есть сегодняшний день 29 мая, но сегодня в Америке выходной, Memorial Day, так что рынки закрыты. Особо сильных движений и волатильности ждать, наверное, не стоит. Япония выходит уровень безработицы завтра, во вторник, то есть в понедельник вообще ничего нет у нас. Как вы видите, достаточно низкий уровень. Было 3,3,1 совсем недавно, несколько месяцев назад. И вот теперь уже 2,8. Наверное, ниже уровень безработицы я никогда нигде не слыхал, не видел. Это просто караул. Скорее всего, японская экономика нуждается в дополнительных рабочих местах и привлекает иностранцев. Но, как вы понимаете, Япония не самая комфортная для иностранца страна. Но речь не об этом. Доверие потребителей в еврозоне нам не столь интересно. А вот Германия и инфляция в Германии могут оказать влияние на евро. Очень даже сильная, потому что сейчас интрига заключается именно в том, насколько в еврозоне инфляционный процесс, инфляционное давление поднимает голову, насколько это актуально. И если цифры окажутся близки к двум или даже выше, то евро получит еще один импульс, скачок вверх. А если все же 1,6 или даже ниже, то рынки успокоятся и поймут, что ЕЦБ в ближайшее время не стоит перестраховываться и переживать по поводу инфляции. Ну, по крайней мере, в самой крупной экономике еврозоны инфляционного давления особо нет, если цифры будут низкие. Среда у нас 31 мая. Индекс GFK по Британии, наверное, не столь важен. Деловая активность в Китае может как-то повлиять, но тоже не важен. Германия безработица уже 5,7 ожидается. Помните, еще недавно, ну, относительно недавно было в районе 10%. Молодцы, экономика бурно растет и уже безработица упала до 5,7. Еще немного, и она достигнет американских цифр. Но я где-то читал отчет, что в Германии по каким-то параметрам, уже внутренним параметрам самого фактора безработицы, все-таки ситуация лучше, чем в Штатах. Если вот разбирать процент этот без людей, не работающих, разбирать количество работников в каких-то индустриях, ну и так далее, то Германия очень сильный скачок сделала. Помню, The Economist писал об этом. Безработица в еврозоне, она уже намного выше, чем в Германии. 9,4% ожидается. Было 9,5. Ну, эти данные не столь важны, как инфляция, но тоже могут повлиять на решение ЕЦБ. Я тут включил Индию. Видите, какие бурные темпы роста ВВП в развивающихся странах. В Китае у нас 6,9,7 где-то примерно. В Индии все 7 ожидаются, 7,1. В Канаде вот 3,6. Но, наверное, это не столь важно для тех, кто торгует европейскими валютами, фунтом. Что еще тут? Да, у нас неделя ADP. Так как на этой неделе праздник в понедельник, видимо, ADP публикуется в четверг. Так и есть. Мы видим 185 тысяч рабочих мест ожидает частный институт, частная консалтинговая компания. В прошлый раз они говорили нам, что будет 177, оказалось 211. В этот раз повысили прогноз, посмотрим, что нам принесут рынки, что нас ждет с нонфармами, какие цифры будут. АСМ, деловые акции в производстве, ну, наверное, важен. Не номер один по важности, но стоит на это обращать внимание. Вообще сейчас макростатистика важна, потому что рынки будут следить за тем ближайшие месяцы, годы. Затем не надуваются ли пузыри, когда все это развернется. Уж очень хорошо растет экономика США. Безработица, видите, 4,4. Ну и давайте о ней поговорим. Пятница, 2 июня. Торговый баланс Канады. Ну, не будем неважные новости обсуждать, время тратить. А вот безработица в США, или даже, если быть точным, количество новых рабочих мест в сельскохозяйственном секторе. Это очень важно. Рынки тоже ждут 185, как и по EDP прогноз. В прошлый раз было 211. Наверное, это единственная цифра, единственная статистика, которая может оказать влияние на мнение ФРС. Давайте глянем, что ждут от ФРС, потому что буквально через две недели, чуть больше, мы ждем заседание ФРС. ФРС – это единственное заседание в этом году, на котором рынки ждут с большей вероятностью повышения ставки. 88,8% будет повышение. Обратите внимание, я не буду кликать сейчас вот эти промежуточные заседания, сразу нажму на конец года, и вы увидите, что даже на конец года сохранение текущей ставки на уровне, вот после повышения в июне, примерно половина, 50%. То есть, вполне вероятно, что это будет последнее повышение в этом году. Так вот, нонфармы могут изменить это мнение, изменение рынков, если нонфармы выйдут достаточно хорошими, 250 тысяч или больше, то стоит ожидать уже роста вероятности по повышению ставки. Что у нас важно? Давайте глянем на валюты. Евро и USD может получить толчок, конечно, и от нонфармов, и от заседания ФРС. Если, опять же, нонфармы очень хорошие, и заседания ФРС, конечно же, уже предсказуемо 88%, ну, то есть, будут какие-то бычьи настроения, дистрибинные настроения в федеральной резервной системе, то евро вернется, возможно, вернется на уровне 1,09, 1,08 даже, доллар снова получит поддержку. Поэтому на другом конце у нас европейские новости, европейские данные, инфляция, единственный, наверное, параметр сейчас очень важный по Европе, инфляция, могут, наоборот, увести евро вверх. Потому что ЕЦБ так и ждет, чтобы получить хоть какие-то данные, хоть какую-то поддержку для объявления. Ну, если не повышение ставки, то может объявить о том, что уже готов к этому и в ближайшем будущем, возможно, пересмотрят уровни количественного смягчения, уровень ставок. Давайте пройдемся по индексам. S&P у нас на очередном локальном максимуме, даже историческом максимуме, он был побит совсем недавно. Мы видели уровень, это у нас четырехчасовой, да, переключимся на daily, мы видели уровень 2400 и даже уже выше, 2417. Тут делать нечего, рынки растут, экономика чувствует себя хорошо, инвесторы на эйфории, ни поступки Трампа, ни что-либо еще не могут помешать индексам, американским индексам расти. Я бы хотел немного, пару слов про нефть, WTI, давайте посмотрим, что у нас происходит на daily, самый важный таймфрейм, нет, лучше давайте включим weekly, на weekly лучше видно, что у нас происходит. Тут мы, такая консолидация, ОПЕК не смог ничего сделать, точнее все, что сделал ОПЕК, рынки уже учли. И мне кажется, все шансы на то, чтобы медвежья статистика по рынкам продолжала свой, продолжала наступать. Вот здесь у меня график, очень такой интересный график, вот Чикагской товарной биржи, мы видим корреляцию между количеством высших в Штатах и движением цен на нефть, точнее не движением, и добычей в США. Видите, здесь максимальная корреляция где-то в районе 15-16 недель, то есть с лагом, с задержкой 15 недель количество вышек влияет на добычу. Этого и стоило ожидать. Сначала растут буровые, сначала растет количество вышек, статистика, и только потом добыча начинает оказывать влияние. То есть корреляция положительная, где-то даже 0,5, и лаг, задержка 15-16 недель. В 2014 году она была выше, у меня есть и этот график, но я его показывать не буду, потому что у нас нет времени. И вот что я хотел еще показать, вот они два графика, разворот произошел по количеству буровых. В прошлом году, ровно год назад в Америке было 316 буровых, сейчас это цифра 722. И вот видите, цены на нефть, нет, секунду, вообще добычу, не цены, добычу нефти в США, она тоже растет практически без остановки добыча растет. И она удвоилась, так же как и вышки, удвоилась добыча. Все, что с рынка отнимает ОПЕК, нам дают американцы, рынку дают американцы, сланцевики. Так что учтите это для тех, кто ожидает роста цен на нефть после ОПЕК, после каких-то решений. И учтите решения, запоздалые. ОПЕК, можно сказать, бессилен. Я медведь на рынке уже давно и продолжаю удерживать позицию на понижение. И если вам не советую этого, то предлагаю быть осторожным. У меня все, неделя будет достаточно интересной, хотя бы за счет того, что она короткая, то есть плотность новостей выше на единицу времени. И у нас в среду ADP, в пятницу нонфармы, также будут поступать данные по инфляции Германии. Еще несколько данных, которые мы уже обсуждали. Желаю вам удачной недели, успешной недели, профитов. Ставьте стоп-лоссы, будьте осторожны. Всем удачи на рынках.